аниме итоги года друзья лучшие анимационные фильмы и японские сериалы о иные о веи 2023 года в нескольких мы сейчас мы все посмотрим а сейчас мы все посмотрим посмотреть все подряд но это будет список по мнению зрителей мультура над номинациями мы с алексом сидели ломали голову который у нас как выяснили как разломали 1 на двоих голова у нас решили мы отойти от вот совсем уж такой обычной разбивки там сенон сёдзио романтика тут это подвинуться мы решили немножко ну вот в сторону классификации животных по хорхе луису борхеса может быть вы знаете вот это вот что животные делятся на принадлежащих императору на бальзамированных прирученных на молочных поросят сирен сказочных разбивших цветочную вазу и так далее знаменитая вещь и даже мишель фуко потом писал книгу слова и вещи вдохновившись этой классификации под ее впечатлением и мы подумали что решили тоже удариться такую сугубую несерьезность чтобы к нам не цеплялись по поводу подбора аниме очень серьезно на этой номинации да и разбили мы аниме 2023 года на вещи из темного зала на вещи бегающие как сумасшедшие сирены опять же не забыли мечи и сундучи у нас там хохочущие реинкарнировавшие без стыдства и все в таком духе включили все в анкету которую любой желающий вот мог последние наверное дней пять заполнять до утра сегодняшнего дня даже даже до обеда я там выключил уже закончил но потому что я помню я не успею картинки нарезать давайте же скорее ознакомимся с результатами я тут уточню что в каждой номинации это был изначально не так но потом подумаешь это слишком жестоко каждой номинации можно был выбрать нескольких пунктов а если какой-то из номинации никто ничего не смотрел ну допустим ну спортивные люди не переваривают допустим можно было просто перейти к следующему вопросу так что так что там навязанных ответов не было это рада и последняя деталька это вот название у нас все произведения в списках номинации были отсортированы по алфавиту и если работа произведения имела официальное русское название то она указывалась первым а в других случаях мы уже обходились международным английским названием или японским названием в записанном в романде то есть латинскими буквами собственно мы в мультуре так всегда и поступаем и на таку ру такая практика у нас была принята и пришла на еще со времен анимагида я помню как в него гиде было там это вот после этого инструкции напись пожалуйста смиритесь вот как раз она и есть да но вот ярослав савченко нам через бусте кстати пишет прошу добавьте русскоязычное название ко всем аниме что были вопросы на лучшие аниме года мне приходилось вручную искать название некоторых сериалов на русском так как хромадзи версии название были мне неизвестны но это в подземелье я пойду там красавица найду четвертый сезон где-то это где в то что у многих русских особенно тех кого нет на алиэкспресс извините на кранч роли там начинается дикий разброс шатание в переводах от разных фонсап группы просто нет устоявшегося русского час через такой синий в эти она как-то подравняется ну ладно а вообще так вышло что мы почти не смотрим аниме на вот этих пиратских сервисах где русскоязычный фондап выкладывается и на самом деле понятия не имеем как вот вещи не имеющие официальных русских названий известны в рунете так что большая просьба к зрителям сейчас закидывайте в чатик или в комменты название из фонсаба если это произведение у нас идет например только с английским или японским названием так всем поможете так никого не запутается вот ну а и начинаем мы конечно же с полнометражной анимации это яма рубрика который называется из темного зала мы в ней предложили в этой номинации выбрать лучшие полнометражные аниме фильмы из числа тех которые вышли в двадцать третьем году в прокат и уже доступные зрителям разных стран в список мы не включили картины которые пока что не попали на экран за пределами японии то есть это и мабороси марио кады и сэнд лэнд акира тирьяма по манге спай фэмили код вайт вот сейчас рвет японскую только что вышел там на первом месте сразу открыл пара тогда но если вы успели что-то посмотреть мы предлагали такой вариант что можно записать в поле другое и никто не посмотрел ничего не записал писали там всякие разные штуки не относящиеся к делу пожелательно значит номинация из темного зала лучшие полнометражные аниме года и проголосовали 154 ответа мы получили по этой номинации всего там под 200 человек проголосовала но вот первое место первое место полный метр конечно же мальчик и птица хаяо нашего миядзаки 98 голосов за него было отдано и это больше чем половина вообще всего проголосовавших в этой номинации 63 целых шестьдесятых процента тут обязательно надо сказать что мы учитываем не людей а голоса потому что в каждой номинации можно было проставить несколько галочек больше 100 процентов естественно а то получается что вы посмотрели один фильм и все нет ну тут естественно кто что смотрел тот голосовал да и в сфильмами конечно такое понятно почему миядзаки лидирует потому что он сейчас в кино гремит и реклама идет его да поэтому хорошо пошел до сих пор идет в кино кстати вы если можете успеть еще про как я вот как раз запоздал и смотрел буквально на этой неделе на втором месте у нас фильм blue giant картинка у меня куда-то убежала но это blue giant мы только что рассказывали отдельно у нас было видео про это аниме про музыканта таксофониста про джазовую группу совершенно замечательный фильм я много о нем распинался на канале а то что пишу есть выпуск да и так он называется голубой гигант это звезда так называется 28 человек за нее проголосовали это 18 и две десятых процента и третье место полнометражный фильм гридман юниверс он уже добрался до разных там всяких стриминговых сервисов поэтому его можно в том числе за меня до 18 человек проголосовали 11 и 7 процентов он получил ну вот алекс сегодня про него говорил по сути это это гривен я хочу один и зенон в одном мире с и я хочу о нем подробно рассказать как не потому что это прямо там там копать не перекопать это очень японская вещь куда-то да и у шпигель в чате пишет я за джаз blue giant хоть и не смотрел а птицу смотрел но голоса за него не отдал вот такие вот у нас были зрители и держала и дальше я прям коротко расскажу потому что мы у нас картинки есть по трём основной номинации трём старшим финалистам да дальше на что на четвертом месте в полнометражниках фэйт трейндж фэйк висперсов до он или нас через спецвыпуск пафе туда пятое место сайка пасс провиданс психо паспорт провиданс 14 человек 9 и 1 процент теперь что ведь прошло больше десяти лет после эфира как бы психопаста первого сезона он же до продолжал по выходить вовсю все эти 10 лет шестое место поделили аж четыре фильма за каждый из них проголосовали по пять человек поэтому вот черный клевер меч короля магов gold kingdom and water kingdom это вот у то что алекс рассказывал такая сказка неужели когда кого-то еще до 5 человек 3 процента лбит да потому что это очень обскурный книпом даже до сих пор нет нормального перевода но красивые кино куни миз на куни страна золото страна воды у нас есть видео на канале я расскажу мне очень понравилось шестом месте продолжают таптаться 4 вот сериал эти четыре проект четыре фильма вот эти два потом princess principle crown handler 3 сериала третья часть там про британских магическим следовать до 5 человек и последние из тех что делят шестое место соса кенбия но graduation соса кита мьяна муви тут у гео хэн вот такая вот вещь на седьмом месте полнометражник по детективу конану до курагану на субмарин у детектив кона сейчас какой-то 1100 какая-то серия идет о девчатке пишут не смотрел на мне в мультуре напили о да да вот кстати до влияния же место опять нет русского названия поэтому я произношу сначала международная мистер а сам отсюда соус такой акипати анталегас легендрис липовар party а сам отца санта массе но такая кипать это дэнце цена о тома рекой это значит полнометражник по а сам отцу к вот этим всем ребят мальчиков стерню дашка как они сначала едят такая ки празднует а потом у них большая ночевка уже как и с большим успехом это вода ушел спустя 40 лет после первого показываем 60-х годов еще как раз те самые ремейки которых много ванима и тут же девятое место с а сам отцу пальчиками делят полнометражник the seven deadly sins grudge of эдинбург 7 смертных грехов вот про эдинбург вторая часть он там еще и разбит но сериал довольно успешен свое время и последнее десятое место в полнометражном топе айдолиш 7 life for beat beyond the period идолище идолище один человек проголосовал за идолище то есть это 0,6 процента но тем не менее в десятку фильм попал это про мальчуковую концертную группу да да если вам интересно то у нас есть специальный вот такой вот кадр где табличка это google построил нам вот такой вот график все фильмы есть даже некоторые вещи за которые никто не проголосовал и к сожалению вы ведь но вы видели пригул таблица не дает это ранжировать по убыванию или по возрастанию вот такая картинка нам выдается но в принципе я сейчас все это и озвучил это что касается рубрики не рубрики а номинации из темного зала следующую номинацию объявит алекс так встречи номинацию сирены в том смысле что это в этой номинации лучшие музыкальные аниме релизы как и во всех следующих номинациях здесь собраны не фильмы от телевизионные сериалы она ова то есть режим network аниме что то есть то что вышло в стримингах во то что вышел на видео на чем несколько голубой гигант победил бы в этой номинации да 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 и несколько короткометражески на фильм уже разобрались выше то есть если сериал стартовал не в текущем году то скобках указан номер сезона в 2020 года это тоже важный момент а потому что там есть сериал который годами тянутся хотя непонятно считать их этого года или по идее не вот как от конана считать сериалом этого года 96 мы указываем какой сезона 100 500 и что же поехали поехали лучшие музыкальные аниме года дожди надо еще сказать что даст 102 человека в этой номинации голосовали 102 человека до из них 57 проголосовала за играю фоне ум до sound юфоним ансамбл контест это такая мини а вашки по сути да это про сути а варчика промежуточная это не как бы заполняли паузу между вторым и третьим сезонами такой сам я не вам рассказывал довольно забавный вещь как бы про то просто как школьный оркестр готовится к внутреннему такому вот этому выступлению своему это просто как бы зарисовка на тему то есть это действительно как бы коротенький полметражка яйцо пишет долго искала в сиренах боча потом поняла что год прошел мимо меня да да рука тихоня была в прошлом году да я в этом году только про мюзикл рассказывал потихоньку многие запомнили на втором месте опять голубой но теперь оркестр они гигант blue оркестра дает музыкантов тоже 20 голос 20 процентов между прочим до проголосовала потом классическая айдол музыкальное аниме те кто сжигает звезды звезды из золушки ю 149 то есть ниже 149 сантиметров ростом айдол мастер девочек это это нормально бывает айдол мастер синдерейл гелс ю 149 причем это и сериал и уважки мы сюда тоже учитывали все они они комплектом идут что называется на самом деле смешно что я в принципе айдол мастер не очень люблю но этот сериал конкретно получился у них очень неплохо и на четвертом месте дальше у нас номинации без картинок потому что это уже финалистов мы показали и да вот можете смотреть что там нас было я пока расскажу просто что у нас четвертое место делят сразу три сериала там по восемь человек проголосовал то bank dream это my goal bank dream it's my goal да буквально это русское название дам про тоже про группу музыкальную colors соответственно там мальчики если ничего не путаю и дефорт диджей общий микс до 3d она у микс это ну про этот про рэперов микрофон до 4 же кстати я заслушиваюсь альбом и там прям много хорошего тебя это что я по музыке как бы все это место по 8 голосов ему досталось всем зарядом на пятом месте сидит айдол мастер миллион лайв миллионный концерт кто-то зажигает звезды 7 человек это сюда же серия думать одно как бы основная не про дошколячих группу про основную дальше вот собственно пойдет у нас рэпов рэп и одновременно не рэп на есть парадоксальный лайф парадоксал это чистое место и выделя два сериала на и впоют мальчик из кого гоя кого гоя бой синк до 6 человек проголосовал 5 процентов прямо вот мило на седьмом месте у нас на кота вакай сена о котором я почему-то ничего не знаю это короткометражечка из сборника toho animation music films в этом году было десять лет продюсерской компании toho animation и а это тут я петель вот сборник из нескольких музыкальных видео и я такая приятная история про значит котиком мидзукито режиссер и она так удачно залетел аж до седьмое место рейтинга на восьмом месте а вашка по замечательным love live love life ни джигасаки high school i does клуб next sky это продолжение собственно версия love live от школы ни джигасаки который почему-то находится на месте а дай бы там у них школа и да они взяли восьмое место у нас на девятом месте гипнотический микрофон рэп battle дивизионов 2 их носит звук дивизион рэп бэтл райм райм анима плюс называется название конечно такие что мы обложки не утаева сейчас было мы же показывали декабрьский номер new type совсем недавно и там вот как раз все вот эти вот гипнотические микрофонисты и присутствовали интересно дивизион называется хотя не принципе по регионам разбита потому что это там и чуваки сибуичи чуваки с ногой дивизион армию как знаешь как в рестлинге догоня у нас рядом срезаются такие-то рэперы в общем довольно забыл и это же девятое место делит ансамбл старт съемку selection элемент ансамбл стартся тоже мальчики какие-то я говорю тоже музыкального музыкального звезда ансамбля что-то такое он должен называться фан саби на на секрет гарден химитсу на на но него это тоже из сборника то ухо анимейшем посмотреть прям по музыкальной клипта просто по названию это приятный такой тайный сад цветов наверное да так найти название ну да хит тайный сад и такой любимый японское развлечение и тэнтай тэнтай канзоку наверное тоже из них же да вы да это это же песня bump of chicken и нарисованный под нее специально анимационный клип тоже как раз вот тоха анимейшем ну и по два голоса засели у вас на десятом месте прямых 5 тупо 2 там же куча всего там и не по два голоса там голоса к макараде аллелики зоны технороид сверхразум технороид овермайнд надмозг уже би project пешин лавка у колбаса у меня английский французский занял я дата рамы на сэкой но мэро драма это тоже короткая аниме музыкальная из тех же потом лада рама о ужасном мире удивительно что кто-то посмотрел флаг ли флаг ли нация с амином и богатари летние приключения флаг ли это очень странный проект от студии гайна какие-то ошметки в студии гайнаx которые остались и сняли какой-то микро сериал про корейских мальчиков которые отдыхают на острове вот два человека оценили два человека оценили и внезапно туда же попала пол принцесс который про девочек танцующих на 6 не полу принцесса а девочка по принцесса шестяна я уже вставая избушка будет у нас шестяна я так короче про девочек которые чтобы спасти бабушкину планетарий решили там танцевать на шесте нормально по имя астрономии трехмерная недостаток весь сериальчик был и он до сих пор находится на ю тубе но сейчас еще в японии идет полнометражка какой-то спрос есть у даже полнометражка народ пошел смотреть кино тем временем android vision спрашивает анима про одинокого bedroom гитариста пишущего в стол в этом году не было понимая что сценарий нереалистичный но все же я рассказывал нем но это был далекий 99 да да так ну что же мы переходим к следующей номинации она у нас называется о нет произошла накладка вот так она у нас сейчас подождите она у нас я могу свою показать мечи и сундучи это естественно фэнтези самое разное темное светлое классическое авангардное как вы еще бываете меч откуда нибудь фэнтези должно быть темное светлое бархатное какой с азотной этой самой капсулы и номер 6 с юмором и без конечно и лучшие фэнтезийные аниме года 165 человек проголосовали в этой номинации и вы не поверите что попало на первое место на первом месте оказался сериал фриран провожающая в последний путь фэнтезийной категории фриран со своим деревянным чемоданчиком просто таки влетела в этот год и мы думали в какую конечно категорию помещать потому что хочется скорее ты и вы я си кей добавить и везде но мы с лапшиным долго спорили и решили что ну пусть будет фэнтези почему бы и нет нефильтрованная фэнтези вот нам тут говорят да да именно такое и должно быть в праздничных фриран про фриран мы сегодня давайте все фриран сегодня и обсудим второе место на втором месте осама рэнкинг осама рейтинг королей сундук храбрости реже часто в карыч 25 человек 15 и 2 процента показатель совсем не такой могучий как у фриран но все равно сильно опережает других конкурентов третье место я эти тоже как-то никак не решусь его посмотреть очень всех валят я забуксовал на первых трех сериях а он же длинный там уже аналогично даже и полнометражка то есть если два сезона то или сколько уже может третью в общем много режиссер режиссер очень хороший хорошая вещь как не успевают до него там и вот до сих пор не 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 освоили эти места фэнтези категории это хель хель крушить хелька ломать 24 человека за него отдали свои голоса то есть не 24 человека 24 голоса сколько там было человеков мы не знаем реально же говорят что недооцененный примут они может быть я видел как люди плевались прямо очень сильно говорили что что же они творят как так можно снимать но тем не менее 24 голоса 14 с половиной процентов третье место у хелька дальше четвертое место убийцы гоблина второй сезон гоблин слэйер 18 человек ну не удивлюсь пятое место бастард по 100 тот знаменитый батар который netflix заказал и он формате войны уже второй сезон прошел бастар heavy metal dark fantasy который вынырнул и десятых годов кабула адский реквием да да анкоку но а кайсин джигоку но чиконка хенд это короче вторая арка вот вторая половина то что про первый у нас был обзор на канале я рассказывал а это вот прям вот такой вот жесткий металл хард-дарк фэнтези с тупым юмором из 90-х шестое место фэнтези нашей тусовки разве плохо искать себе пару в подземелье сезон 4 мы не секай фэнтези действительно это прям чистый фэнтези она немножко структурность напоминает потому что там есть подземелья с уровнями но вроде цифрами они не обмениваются седьмое место тоже можно подумать что это исекай но нет это не исекай моя дочь упорхнулась гнезда и вернулась авантюристом с ранга я рассказывал рассказывал о начале сериала это был довольно струбно а майдут the left the nest and return to ns rank adventure вот и 9 человек между прочим 5 до 5 процентов я все время говорю человек нет ни чак надо говорить голоден и ну я голоса то человечки вас очаровичи разные не спутаешь и разных человечков восьмой пункт категории фэнтези делят два сериала он меди и рагна crimson по 7 голосов у каждого он меди он почему-то у netflix он называется он меди хотя там должно быть двойное м если вы верим поливанова до 2 вот таких вот тайтла девятое место один сериал ателье райзы царица вечной тьмы и тайное убежище это по игрушку очень успешно было по таким рпк стратегиям фигуристом огромное количество этих игрушек и везде разная волшебность какая-то шесть человек 3,6 процента и на десятом месте вот сейчас я покажу сводную табличку вот так она выглядит на десятом месте волшебник ледяного клинка правит миром the ice blade sorcerer shall rule the world ok но мать учуще ка сэкаю суберусы кай сайкё но мать учуще дэорусе унанва мать учуга куинга неуды хакусуру чудовищно длинное название вот тоже подумаешь что исекай наверное она нет 4 человека 2,4 процента 10 место и на нем же а да 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 на десятом же месте тоже 4 человека вещь как называется похоже мнительные авантюристы спасут мир нинген фу синь адвенчара скадон били бенки мэн эти волсей в the world который не верит в человечество потому что их обидели и предали они все собрались таки преданная в плохом смысле этого слова и теперь пытается спасти мир происходит авантюризм с напомню что длинные названия высыка их и фэнтези идут от того что они пишутся на сайте для соседка не народа и его коллегах а там такой интерфейс что чтобы понять о чем вещь там не картинку не привели нельзя описать нет ни описание сделать поэтому они фигачат название прямо смысл и суть чтобы человек глядя понял хочет он читать или нет поэтому такие длинные возник когда в японии еще не докатилась идея тегов не пришла туда и просто что что под названием можно еще краткое содержание написать то передает бразды правления это у нас сейчас четвертое или пятое из 16 номинации давай бразди разил везет мне на романтик романтика 9099 это конечно 999 уровня 9 пробы я вспомнил про магитофон а я романтик 306 эксцесс 999 сейчас придут пуристы в комментарии скажешь 99 романтик это магитофон девятого класса и значит он должен быть из дерева с пластмассовыми головками понимаешь что это понимает пять человек в чате тонкий отсыл войне то меньше романтической аниме года да 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 это где перевешивает именно романтическая не юмористическая страна дело по большей части но мы тут тут все очень спорные тут такие драки у нас были примуты до питания и на первом месте с хорошим таким запасом у нас идет в лоферах припрыжку ласки пандлофер скипа ров а фото ровно ну тут даже объяснять то ничего нормальная школьная мелодрама про девочку приехавший из другого города завоевывать токио там на встречает одноклассника и и все заверте да но это не совсем тривиальная мелодрама потому что она угрозного придумано во вторых если она вам попадется под названием долой безделье не пу днем короче не стесняйтесь идет ровно нахватывайте потому что альтграф сейчас издал все четыре томика которые вроде бы сколько нет там 8 уже вышло в японии наверное но альтграф сейчас издал 4 тоника под названием долой безделье почему-то разные легальное название у этой вещи и раньше он называет в лоферов при прыжку лофер это вот эти вот туфельки в которых школьники японские бегают и прыгают а еще это халявщик тогда так что это действительно в этом дало безделье может тоже в принципе скипп это смысле пропустить замечательная мелодрама . ручь прям лучшие рекомендации мультура мы согласны абсолютно с нашими зрителями первое место заслуженное а во втором месте у нас случилась драка в комментариях потому что записки аптекаря моим произволом были записаны в романтику потому что это или детектив или детектив потому что что аптекаре у нас и бс отключилась сейчас мы вернемся вернись вернись у бс у меня вручную все круглосовичил занос нормально ура просто там реально если не присматривается это детектив потому что там мука аптекарша при дворе китайского оператора такой немножко фэнтезийного пытается решать какие-то загадки с похушениями на убийство со всякими там историями с травами и так далее а мне почему-то все время показалось в принципе как любая на женская такая драма вот это вот там есть еще такая тайная линия вот этой привязанности между вот этим главным евнухом дворца да у него есть та же тайна я не хочу спойлере кей самом сам факт информация спойлеры является спойлером хорошо этому да и у них все они не могут друг от друга оторваться понимаешь это тайна это все равно романтика на мой взгляд поэтому эрис пишет но все-таки романтика но медленная да 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 то есть тоже оба уперты оба обе вредны оба недоверчивы потому что она вообще проработала в как-то публичном доме про любовь считаешь знает все что что неверно из 10 три голоса согласны с тем что это романтика но по крайней мере это реально не незаурядная вещь вот как раз я рассказывал как раз первый взгляде когда я посмотрел первой серии она примут не вроде не мой жанр китайской фэнтези ночью вообще мимо она мне схватил и поволокла если я не мог бы сопротивляться прям хорошо сделано очень очень хорошо прямо и сейчас прямо тоже в японии очень популярно и второй сезон уже объем хорошо третьем месте не менее замечательный вообще с романтик у нас хорошо в этом году это конечно моя любовь кима 999 уровня эти красиво сделали двусмысленное название да что вот уровень где-то не похвалит прекрасно моего в торги ямада кун от level на и надо кунту но вообще короче много много года до конца человека очень хорошая вещь я уже сегодня не говорил вкратце когда своих тоже у меня он тоже в личном рейтинге присутствует это прямо очень хорошо сделано и очень человечная очень реалистичная драма как ни странно потому что тут про мальчика который в основном посвящается компьютерным играм и вас тусит в основном своей гильдии которые тут хорошо видно под зонтиком и девочка из так называемых нормальных которые просто от огорчения что в очередной раз бросили пошла играть в онлайн игрушку там наткнулся на этого несчастного ямаду и не смогла от него отвязаться а вот не смог ее бросить да и на хорошо хорошо очень разыграно и действительно девочка норме веришь да 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 веришь правда я тут скажу что по первым трем позициям я думаю полностью совпадают наши гусы с со вкусами аудитории ну и напомню что голосовать может был сам девичьи все вещи поэтому ноги проголосовали явно за все три допустим смотрели потому что прям это туши иначе это было бы очень жестоко там разорваться просто так у нас тут в чате пишут что у нас какой-то рекордный онлайн наверное много зрителей если вам нравится что наблюдаете ставьте пожалуйста лайки а если вы родите мы еще лайки мы тут еще будем заходить каждую неделю заваривайте пельмени продолжаем с романтической дальше уже вкратце пойдем на четвертом месте моя любимая вещь тома девушка тома чан из агерл тома чан вон на ногу омар девочка парня который про пророждение чувств про то как мальчики и девочки превращаются в юноши и девушек это прямо очень хорошо смешно остроумно весело и очень тонко по характеру сделано на пятом месте очередная драка у нас будет потому что у нас на пятом месте скотт пилигрим жмет на газ скотт пилигримом takes off 40 человек проголосовала хотя драка о том аниме это линия по моему западным интернетах продолжали что это аниме как cyberpunk edge runners скотт петерим это аниме на шестом месте у нас хоримия он же хоримии за миссинг пис хоримия пис по-моему да это по моему без два человека между это по моему очередной если ничего не путаю экранизация песен одной из групп который превратился такой мини-сериал и вот уже несколько лет тянется если ничего не путаю там мальчики девочки до романтика то там школьные опять ну мы будут разговаривать романтика школьный чего хотите на есть такое дело на седьмом месте твой любимый сериал по моему insomnix after school 1 и за него какого и где-то замешана бессонница то табличка никто не знаю столько это примут про людей которые не спят по ночам извините цитот школы они не спят у них продленка продленки не спят на у них там щит или коп аппараты они звезды приходят ну кто не спит мне надо пп очень приятное аниме про кружок астрономии состоящие из мальчика и девочки и больше никто им не нужен гениально помутрица человек считает также на восьмом месте абсолютно сахарной паточная хорошем смысле слова ангел по соседству меня балует или балует ангел на груз поилс мирона там 19 вертит меня напрочь о тонаре на то есть сам они яйца не маника до меннинген на старой таки короля чем я совсем бесполезную человек носить будем призовем ангела сейчас про то как школьная красавица оказывается живет рядом с обычным парнишкой и постепенно у них зовется отношения в сейшу школьный ангел то не то что ангел обычные уже есть но не хуже у нее полно скелета в шкафу с которым надо разбираться и нашелся хороший человек который это смог сделать почему очень милая вещь действительно примут ведь хочется того как у них все хорошо по голове готовят тортики как просто вот реально вот как семейная жизнь как она должна быть показана это такой обучающий наверно даже сериал этика и психология семейной жизни 2 сезона практически так то книжки на прям на ура пошли в свое время японии а теперь вот экранизации на девятом месте у нас невеста чародеи второй сезон angels engine могу braid bright and instant мама брайка и наема охотская наем гораздо проще сказать по моему 17 человек это прямо пройдет я знаю только что там дядька с черепом место лица ходит этот чародей и у него девочка школьница невеста заработать теперь почему-то ну вот такой нормальный нормальный мелодрам чего хотите и на десятом месте моя счастливая свадьба my happy marriage в аточную щавасе но как он мне через как по-японски слово счастье звучит почти как по-русски щавасе мой счастливый брак такой там она сначала думаю что будет прям брака там в общем там сложно такая немножко альтернативный начал 20 века нет там чуть-чуть магита пишет нам григорий олейник в чате не сад а мне сад у нас ангел возможно израил так дэвилс пишет очень грустно за деньги за на хат до сериал он в десятку не попал за него 15 человек проголосовали вернет тем не менее много проголосовали просто романтика на самая смотребельность он буквально одиннадцатом месте да так что он чуть-чуть не добрал как видите да прямо сразу следующий после happy счастливой садьбы вот и у виду по табличке окно хороший да мне он тоже нравится но увы слишком много хорошего было завещал безумные 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 номинации поэтому номинации бегающие как сумасшедшие это ну понятное дело что о спорт и мир спортивное аниме в самых-самых разных проявлениях это не обязательно будут какие-то игры существующие в реальности это может быть какой-нибудь как это звать квиддич какой-нибудь анимешно а бывает у нас такое 107 человек 107 респондентов оставили свои голоса на меньше а вот в этой подборке лучше спортивных аниме года и на первом месте у нас туда прискакали прицок или своими копытцами девушки пони прелестные скачки третий сезон тут конечно наш специалист алекс скажет что никакие они не пони и крончарова не понятно почему их так назвал хотя они да хотя не лошадки 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 конечно же это скаковые лошади это как-то уманизация реальных человекизации хуманизация да 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 причем у них у всех есть реальные прототипы действительно среди скаковых лошадей спортивных кобылки говорит нам бэлен бейкер ну наверное можно и так сказать и тут мы покаемся мы добавили вот эти при третий сезон и забыли мы про рот туда топ умом и сумер о котором я рассказывал он вообще вышел на ю тубе да это 4 на 4 серии по моему атаке типа ваших надеюсь что все кто хотел проголосовать вот именно за рот то за топ тоже подарили свой голос именно этой номинации аккумулирующий как бы всех лошадок хотя там даже студии разум я знаю что розы топ делала немного другая студия но как бы базовая тоже но все хорошо получился и у них сейчас по моему готовят продолжение тоже опять от этой студии от которой роутся то топа будет полуметражник тоже говорят ударный но это короче айдол анима проскачки потому что как видите девочки хуманизированы очень ну то есть у них только ушки какие-то лошадины а больше у них хвосты чиньих есть они в японии еще хорошо интегрированы в скаковые вот эти организации жира japan racing японские скаковые тотализатор да да именно туда тут с тотализатором как немножко завязано с скачки в общем проходит одна из немногих японских бегов это тотализатор тотализатор тотальный реализатор понятно да короче короче тут на деньги тоже играет ну как у нас бега беговая станция метро пусть так что это еще немножко мирский интерес есть но здесь реально хорошо сделано тут конечно персонажа хорошо пропис сейчас были очень хорошо сделаны гонки гонки за ездить за забегу ленбейкер пишет я всем рекомендую посмотреть сравнение реальных скачек и интерпретацию за ним а сейчас вся текст кино а вот не сгиба потому что он сейчас робот забанит ваш этот самый ссылку но алекс добавить в личку то есть одна меньшим именами будут добавлены к этому стриму но если что я у себя в обзоре road за the top делал такое сравнение как вот финишировали реально лошадки как-то сделано вынимать и прямо один-в-один это прямо так разве есть очень не только едят траву и усики короткие а в секретный чатик надо спасибо и мы поделимся сразу и первое же место же с коняшками так вот сейчас прислали вот нам прислали ссылку на сомнение реальных коняшек и нереальных коняшек сейчас потом я запустил уже и первое место с коняшками это делят мальчики-гонщики обгон сериал тоже 28 голосов получил 26 2 процента повертейк да это то что вот я рассказывал про тоже на первом юниорскую команду формулы 4 это такая меня формула 1 только маленькая и еще ну то есть там там гоняются где карты молодые а это я слова сейчас и сказал а ты не слышишь что я вот-вот никто меня не слушать меня все же голоса в своей голове там между наушников да да вот обгон хорошая приятная вещь и второе место это вот сейчас вот были две на первом месте второе место снова гоночки конечно же это мы в гауст полицию в продолжение продолжение и не шалди через много-много лет появившиеся на экранах это тоже правильная манга о гонщиках о дрифтерах только здесь действие происходит в будущем где автомобили самодвижущиеся все стали и только в управляемые людьми машины выступают гонщики в чемпионатах а так-то вся жизнь автомобильная свелась к каким-то роботам которые ездят скучно по и чтобы люди европе то там есть забыл конечно есть конечно есть это это тоже самое просто у них у всех имена другие происходит это в некотором будущем где летают какие-то дроны а так это в общем все то же самое в этот горный серпантин какие-то и если он немножечко медленно стартует там первая серия такая вальяжно раскручивающаясь но это прям вот тот со та самая жвачка которую вы любите мф-гоуст если кому-то не хватало не шалди то пожалуйста вот новая порция 26 голосов я на кавказе дрифтил по горным дорогам на микроавтобусе под лесгинку это было незабываемо есть такой спрашивают остались ли у машин квадратные колеса нет рендер у них чуть покачественнее у них они за сколько уже лет 30 наверное научились более более мощными компьютерами вот и третья третья спортивная вещь третья номинация песнь тетивы секция киуда старшей школы канзе май мальчики лучники вот у киата анимэйшн были мальчики пловцы а теперь киата анимэйшн мальчики лучники 17 голосов они получают если вам нравились пловцы то пожалуйста вот секция киуда и как видим красиво то что звук за любовь обязательно конечно да если вы не захотите пострелять из лука после этого по красивым мишеням после этого аниме то вы вас нет души у вас нет души вот и четвертое место делят снова два сериала баки хамма второй сезон она баки сону фолга баки хамма но борец баки было а теперь вот есть баки значит другой баки и это нетфликсовская вещь вот она там обретается и также на четвертом месте birdie wing история гольфисток тоже второй сезон неожиданный сериал у нас было превью это прекрасный сериал о том что гольф это не спорт это мир а гольф это мир а что там чуть ли не гольф на гигантских роботах там просто полнейшее безумие 15 человек 15 голосов согласно 15 процентов пятое место покемон palden wings пока гоно brest по-японски называется 14 человек 31 процента и тут та же история что с лошадками выше мы так погрязли в топе что забыли вот помимо вот это вот палдейских ветров забыли мы о продолжении покемони вытери телесериала собственно великого и могучего который там и что ушел на покой у них рестарт такой случая у них произошел рестарт верим что голоса за новый сериал тоже ушли вот достались вот этой номинации палдейский ветра вообще помню ю тубе вы хотели мне да вот шестое место и по на ген мой пон девочки джуда и за дедаистки седьмое место протокол рейн бакара но а мэйра протокол это про киберспортсменов сериал прямо про профессиональных про выживать в киберспортивного клуба 4 голоса 37 процента восьмое место как-то футбик есть вспомнили зрители мультуры что существует капитан цубаса второй молодежка джинер юз арк 1 старейших сериалов вообще очень любят почему-то его в арабском мире видимо тогда там восьмидесятых семидесятых семидесятых еще по моему так что и на восьмом месте еще делится с ним субасы одну и ту же позицию бейблейд x он про волчки по его детская игра но я тут смотрел один игровой подкаст там люди придумывали как вот как игру с дрэдлом переделать под бейблейд дрэдл блэйд в общем такое девятое место микс история мэйсэй 2 микс мэйсэй истории а это мой нелюбимый художник это свой нелюбимый художник этот самый я понял о чем о ком ты говоришь это про что без бейсбол конечно история а сейчас как как звали то должника в общем это экранизация манги да я не забыл вообще я не сейчас сейчас старая старая же манга она идет они ну как 10 это продолжение а так принципе да да митсура дачи вот с ужасом забываем я я очень уважаю за все что новое сделал но я не могу видеть его ли это такой это стык романтической комедии спорта да это у него тачил спортивные вещи делает как бы это популярная серия я понимаю но не работает и вторая вещь на 9 давайте я же картиночку это покажу вот вот у нас общая таблица на девятом месте вторая вещь run for the money the great mission то еще учу the great mission об этом еще даже сказать это это такой реалити-шоу где все бегают подорванные как сумасшедшие бегают а слушает экранизации телешоу что ли вот эту бегающие как сумасшедшие в аниме этот сириус 2 человек с они усовали то есть они сделали по телешоу реально который сейчас вот японии идет я там видел как она скакала по всем этим препятствием сканоча понятно а да 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 это великая певица которую я не могу услышать больше чем вы слышали в девятом индивном что меня лопаются барабанные перепонки у нее очень высокий голос а насчет просто очень популярна в японии телеведущие вообще она круто очень из айтолов выскочила ну да и короче да и просто эти передачи веселый старт по сути да вот и приключение замок такеши все она до сих пор продолжается и я не знал что сделали аниме версии 10 место big куримен это спортивное коллекционирование и игра во вкладыше там с наклейками всякими разными вот это уже детская скорее да 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 мы решили что это все таки спорт опять у нас какой-то саксофон играет в нашем любимом лоу-фай все кричат уши кровавые перемотаем чтобы саксофона не было был только хит-хоп я закруглился с этой номинацией следующая номинация опять алекс берет эстафет на 5 года а сейчас возьму палочку вот у меня есть эстафетная палочка возьмите ее лапши давай давай сюда палочку а хочешь а это очередная градация наша градация деградации наши да мы все просто да мы смеемся потому это комедии сейчас вот мы покажем это все потом глубоко вдохните после эту будто с и к и сейчас пока пока можно выдохнуть войти налить и чайок и наслаждайтесь пока это возможно здесь на спинку кресла и вот на комедии кстати тоже хорошо зашло гораздо больше чем у спортивных ответов 156 человек у нас а спортивных было сколько 107 да да тут на треть прямо на 50 процентов больше до 156 ответов и на первом месте кто бы мог подумать это тоже это семья шпионов конечно же потому что наверное это все-таки комедия хотя наверное это и детектив и вместе даст и джан или конечно да да этот сложный случай но наверно все-таки комедия потому что они жжут да и у они просто экранного времени во втором сезоне гораздо больше то понятно что мы имеем но не поняли что сезон который шел именно в этом году потому что стартовал ты сериал еще в прошлом да хотя не помню номера сплошная там я там я запутался уже еще полнометражник который сейчас рвет японский прокат но у нас не попал тушу ночью в японии идет кинотеатр 84 человека проголосованы за 53 процента голосов кстати лайк что может было меньше а голосов на да не но они не мог один человек два раза за него проголосовать на человеком а все-таки 84 разных да наверно точно да на втором месте то что я уже сегодня рассказывал еще раз это я смотрю ты сделал сокращение название не влезала то девушек которые очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят пять раз очень предполагал что это романтическая комедия с гаремником но это это романтика с гарем ником но это комедия потому что это непрерывный подлом четвертой стены и вообще куча злых острых шуток на подлог рекомендую потому что это в это прямо очень смешно очень зло это это прямо хорошо 37 человек считают также я с ними согласен тоже полностью на третьем месте у нас идет история якудзе путь домохозяина у нас там даже манга издается реанимедия издает мангу уже каким-то невероятными количествами и это второй сезон пути домохозяина уже в этом году как якудзу вынужден работать по дому смешно смешно 33 человека мы 0 процент на четвертом месте у нас до благого зла благословит взрыв серый чудесный мир это в бок вел коносубы конкретно про как ее вы поняли который все взрывает чудесница волшебница коносу больше как бы один из исыкаев которые хорошо пошли на пятом месте ведь мы не ставили ее высека и потому что он все-таки веселее чем стандартные сика и она заслуживает лучшую участь на пятом месте у нас демон-повелитель первого уровня и комнатный герой ламбран зирон орден ванрум hero это реально да это висит не иссякает скорее фэнтези про то как сожительствует в одной квартире герой который больше никому не нужен он проживает свои дни лежа на диване и проедает свою пенсию и бывший побежденный демон лорд который обратился в маленькую девочку и теперь поскольку он усиленно пострадал и превратился в первого уровня вместо девятого своего летать она чтобы отомстить она пришла изучить внимательно этого злоди героя и оказалось что он никому не нужен а вот прям сама в шоке и решил ему даже помочь в общем милые билдер хатичная комедийна очень хорошая смешная вещь то а знаешь что еще произошло еще мы набрали уже 61 тысячу превысил наш градусник денежка внизу ура друзья присылайте нам свои донаты вот через каркот или через ссылку в описании от 100 рублей вопросы советы пожелания поздравления все на все будем отвечать в последней третьей программы где-то и донаты пойдут на очень благородные дела клянусь свои трюкла все будем показывать кстати мы будем отчитываться сейчас от ратах но не сейчас не обо всем бреги артефакт будем оттуда позже в зелененький а они все голуби шестое место до второй сезон вампир умирает первого пизда из но тайм это семейка адамсов наверное я не знаю чем сравнить шпионов адамса да да на седьмом месте разделила седьмое место аж 4 сериал тоже за них проголосовали по 7 человек это довольно смешная история про мальчиков растяб ничего не произошло ребят заняться овашки две серии да да но это был хороший сериальчик тоже небольшой и кул доди-данси но очень маленькая маленький это про то как вроде таки крутые на вид парни на самом деле умеют лажать как и обычные смертные смертоносный геркса к его горничной 2 снегами больше соку рома это смешная была вещь черная горничная да вот ханаку после школы авторскую ханако кун хоккаго фенн ханако куалетный валет ханако после туалетной школы вообще ну безумная комедия гарри поттерского стиль ну может быть да и потом вещь которую я все время у меня после время проезжает по ушам наверно потому что она сейчас идет по телевизору но как-то я все время никак не посмотрю хроники империи тирмун тирмун эмпайр как-то разодранная луна да тирмун тэйкоку манагатори и дальше идет длинное название 7 человек тоже на восьмом месте таким образом тоже делят его семейная жизнь легкомысленной ведьмы до к бокам а мачо новая к диджо и в этот как это хики комаре гамаре детский но мамон сожалению запертый вампирской принцессы или как-то так за век сессу запорнице или нет официально русское название потому что на моды запертые принцессы вампиров еще бывает название ну короче давно достаточно популярным то что мы сегодня кстати и еще на картиночке посмотрим на самом деле будет момент у нас на девятом месте я не знаю как она держится там канаджи мол канаджи это и даже не знает комедий мелодрама куда-то там мои девушки 2 гофрин гофрин по-английски так канаджи мол канаджи короче мои девушки 2 завязка я помню первый сюжет о том что мальчик подходишь слушай будет а мне тут еще одна девушка проника давай вместе гулять это знаете как и такой в некоторых языках же нету понятия рода вот в грузинском например нет поэтому они всегда путаются как в русском то есть можем вас кированские лошадь сложно да и и там же и там же девятом месте хулиганки року-до-року-до-бэд-герлс року-до-но-одно-тачи же как-то же в совет на десятом месте внезапно в комедии попал фейт гранд-одерф джима релизка долг гетт это чибик лицка ничего не понимает да это чибики по фейту туши страшные конечно фейтовская вселенная дико перепутаны когда-нибудь учили ответвлений когда-нибудь лапшин возьмет отпуск и мы заставим его сделать большое видео и смотреть все на 12 часов с пересказом всех фейтов но ты же понимаешь что я в отращу крылья и улечу куда-то во время и какие фар ханако больше на gravity falls похож на гарри поттер есть так и я случайно уже засветил следующую номинацию реинкарнировавшие это друзья да самая громадная по числу номинантов категория исикаи обратно убивайтесь истории с попаданцами в рммо попаданицами в том и игры и вот действительно не стим числа выбирайте с умом лучшее попаданчество года 137 человек высказали пути по всему японская молодежь очень хочет сбежать из почти 200 человек высказали 137 это говорит о том что прилично ты прилично но что делать значит конечно же на первом месте мучок тенцеи перерождение безработного 2 2 сезон 62 голоса 45 марил он он злой хороший почти половина проголосовавших выбрали эту вещь как как одну из одного из своих фаворитов согласен на выдающийся на втором месте frontier шангри ла шангри ла фронтир соги ханта камегена и доман то су это нам переводимый японский фольклор могу перевести в том что там мальчик который очень много играл в плохие игры пришел наконец нормальному мошку и там начал всех рвать потому что использовался всякие грязные трюки которые он научился в плохих играх 24 голоса за грязные трюки на честно говоря мне чего-то не хватило какого-то подвыверта туша не как-то просто начали играть в ммо в сериале я что-то понял хотя есть режиссер хороший сел топовый сделано хорошо но чет вы понимаете что я стараюсь побыстрее с этой номинации расцветаться потому что здесь дальше ну мы здесь штук третье место смертельная игра смертельной игры мертвой горы тупое ой извините короче ну ну правда с сиками в этом году какой-то дикий перебор до до смарт-дэсплей 21 человек 15 и 3 процента между прочим кстати раз столько народу оценил значит надо клянуть дальше сейчас будет быстрое перечисление сикаев четвертое место кулинар со странными навыками в параллельном мире 19 человек 13 идеально готовка показана и тут же на четвертом месте и делят с кулинаром позицию я влюблена в злодейку потащил а уж его ложность акуяку рейджо 19 человек 13 и 9 процентов пятое место разнорабочий сайта в другом мире 17 человек шестое место герой мертв юща га синь дай за 2 джин 3 hero is dead 16 человек и много смотрел из этого всего ну кое-что довидел но кое-что как-то не очень планирую я могу сказать что я смотрел сериал который занял седьмое место переродившись торговый автомат я облуждаю по подземелью ради названия стоит посмотреть 13 человек его выбрали 9 и 5 процентов от общего числа на восьмом месте три сериала сразу я покажу вам страшную таблицу где все собрано вот восьмое место три сериала магическая революция перерожденной принцессы и гениальной дочери благородного дома это раз второе на восьмом месте восхождение героя счета 3 сезон и третья вещь на восьмом месте князь тьмы выгнал меня из своей армии там название очень смешно по 10 человек проголосовали за все это дело до выгнал из армии потому что потому что чилины мая отдыхая в своих своих тридцатник после того как меня выгнали из армии а подождите еще и четвертая вещь 10 человек лири ана невеста герцога по контракту она же раэли ана она же лири ана она же корейская по моему да потому что по корейскому рано бы это ну довольно популярно но тоже 10 процентов девятое место имба сестра my one hit kill sister и сикаю вантин килл не сан она до войны сика и сэйкатсу хаджиме моста восемь человек за имбу сестру 10 место мемный сериал без чудовищный сериал просто кстати несколько тайтлов два тайтла 10 9 делят десятое место абсолютно вульгарнейший омерзительный на мой взгляд сериал свинину надо было жарить будто рыба за стой а в ментом динопик история то там мем конечно как в истории робинзона круза превратившегося в свинью он съел свиную печенку сыру отравился умер приводился высекая в свинью и и такой стоит перед зеркалом почему я свинья это очень смешно вот и она она прямо вот наверно дальше встречать девочку и свеку его что было в этом сезоне что меня прямо отвратила сразу этого цене надо было жарить но вместе с ним на десятое место попала камикадзу как быть богу в мире без богов 7 человек 51 процента да да как быть вот так вот и есть вещи которые не попали там есть там и по в общем сильно-сильно зашло это дальше за 10 позиций но предлагаю с усекаями быстренько закончить потому что у нас есть следующая прекрасная следующая номинация да 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 алекс элементарные и леденящие душу всевозможные детективы триллеры и хоррор аниме года потому что роговарива элементарно говорят что настоящий шерлок холмс не говорил элементарно да я только в российском старом сериале и потом британском не в российском а советском авиа там почему так странно зовут доктор доктор на первом месте конечно же 148 ответов да 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 из них 81 человек больше половины проголосовал за фарс убитой нежити совершенно сумасшедшие конечно женщина в клетке голова говорящая сейчас я познакомлю вас со своим братом малькрафтом 81 человек обалдеть да я согласен это правда отличный сериал ну то есть он не гениальный но из из того что было в этом году это прям радость и счастье на втором месте совершенно неожиданно и конечно нас выбор потому что в детективы попал очень много который который реально живет на стыках то есть это можно назвать и музыкальным и производством то что вы про сериалы и про музыку а мы записали в триллер и потому что там история мести потому что дети расследуют кто и как нет мастера их маме из да 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 и это все и про жадность человеческую про желание славы и про все в общем это конечно поэтому леденящие конечно триллер года в том числе и второй сезон будет и манга прекрасно и мы уже это обсуждали сегодня серия на 10 часов только на час идет 2 1 серия да там примут всю предысторию бухнули в одну серию для тех кто кому сложно с иностранными названиями оси но к это ребенок айдола да вообще очень это тот над кем ты фанатеешь это твоя на твои в твой любимый герой айдол до войти по щитовой тут тут у нас кем-то воздыхает это ребенок очень это именно твой это как-то сейчас называется господи это не лавка один как как-то говорят сейчас краш краш вот очень-то краш по-русски раши то напиток апельсиновый нет это устарел иногда лучше это какой-то вот он мой краш не крош а крош крыш короче все кривь пошел сегодня мультур перешел в режим кринжа на рубрики элементарные и леденящие кстати вот говорят нам что шерлок холмс говорил elementary my dear watson еще в каких-то пьесах двадцатых годов не двадцатого века заметим вот не двадцать первого конечно мы живем будущем и следующая наша этот самый часть конечно ложные выводы второй сезон инспектор обзор на первый сезон у меня по моему был вектор а вы знаете что по-английски фамилия лестрейда произносится как лестрад и никто этого не знал никогда пока bbc и прочие не начали снимать сериал и показывать их везде так что он никакой не лестрейд то есть это какой-то сложный лондонское произношение там много таких слов но просто видимо все переводчики холмса которые они не знали как это звучит и вот оказывается говорят лестрад как у нас клуб когда-то был уран был клуб лейцерс лейцестер который лейстер на самом листер он лейстер пишется но вообще листер да есть лондон лестр сквейр которая пишется в три раза длиннее чем произносится короче сериала инспектор ложные выводы совершенно замечательный про про магические расследования загадочных историй с призраками привидениями в такой магический реализм нашем мире это прям очень хорошо делали три голоса за первый сезон мне понравился да и дальше быстренько так проскочим миги и дали дожди это далее эти самые четвертые четвертое место данные и далее было во всем человек 18 процентов ты о нем рассказывал замечательная манга про двух одинаковых мальчиков-близнецов которые пытаются расследовать убийство своей матери и внедряются как один мальчик в разные семейства и никто не догадывается что мальчиков на самом деле два включение электроника в общем ты магически магически светлыми волосами блондинец действительно похоже на персонажи на пятом сериал который мне понравился очень безумный расследование рон на камана хаси это такой местный шерлок олмс токийский действительно там рон камана хаси с forbidden deductions он же канама хаси рон на киндансу ири очередного такого как-то социопата которые вынуждены работать с полицейским так важный важный вопрос сейчас произошел в чате вопрос это спрашивает соцопрос а вы называли тетради листратками листают нет данным и нет москва нет москва 90-е нет москва восьмидесятые нет до нас обойташло так да есть многие вещи которые остались где-то в регионах нам надо приплывают такие слова которых уника не слышали я незавно услышу какое-то такое слово которое все забыл все забыл вылетел да не очень удивил что сейчас люди стали писать взяла на подарок есть обычно взяла в подарок а на зоне прямо там и тыги такие но подарок сойдет но это это как будто южный какой-то регионально это похоже 10 как это региональный я ну-ка мне значит слово в репортажах даже наших вестёвых это волнительный очень волнительно ну смотрим премьеру она очень нормально я сюда считаю словом волнительно говорила лучше доедка потому что она плохо говорила по-русски да тем не менее шестую еще русские шестое место и том месте мой домашний это и детектив и триллер там про мужчину которого подставляет всякой и кузы и знаете на что это похоже немножко на корейский фильм вот это вот где семья обманом подселяется фразиты фразиты да там это 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 глупо особенно карте все деньги мир вот местами это прямо вайбы паразитов вот в этом моем домашнем герое встречаются интересно да на седьмом месте у нас 12 человек проголосовал за даргет рынка это умное сборище они это мы сегодня там лаля у которые которые заклинает всяких демонов сажает свои плюшевые игрушки каждый мне говорит о алекс практически цитирует ведьмака в которой не читал не играл я цитирую с воздуха видимо так на восьмом месте у нас акума кун 4 голоса 27 процента человеков от дня в часе в часе бустер описали что если акума куна не будет то произойдут беспорядки вот по порядков не произошло и человека ну могли вам вам можно было и больше может быть мы немножко его не совсем в нужную категорию но в принципе тигеру мидзуки хоррор все-таки наверное подходит то что всегда призраки дальше очень странное название камераби год . божественное приложение я не помню список общего ли это трехмерная такая вещь она нам по этому и по-моему уже продлили на второй сезон хорошо зашла рада такая мистический компьютер на ну и на десятом make my day сделал бы мой день с 1 1 1 голос да кто то вот и даже стенд my heroes никто не не выбрал даже есть сериала с нулем голосов grey fox зашел в чат и спрашивать зелье растворяющая одежда уже было еще поговорим сегодня сейчас прямо все поговорим она у нас было в номинации какой кстати должно быть правильно нет в этом самом сейчас сейчас давайте что в нашем сегодняшнем титульном главном аниме который получила первое место в рубрике фэнтези мечи и сучи конечно сам точно перебрал но она же там достает эту штуку как она должна на мемы расплылать вот лапшин спал и весь год проспал просыпается и говорит рубрика у нас сейчас вот вот у нас дорогая леденящая следующая рубрика представьте себе бесстыжие это фан-сервис эти всякие кринжовый харассмент хентай безобидно не очень безобидная эпоха община аниме выходило и такое и как мы последнее время часто говорим из песни слов не выкинешь и в этой номинации голосовали всего 93 человека потому что у нас какой покой нас высоко культуру абсолютно высоко культурные зрители и они между прочим из этих девяносто трех человек на первое место в рубрике разврат поставили сериал не издевайся надо мной на готова второй сезон секунда так арая атака в общем за достойно у алекса есть отдельное видео на канале про это на нашем канале 1 50 человек согласны с тем что этот разврат в общем хороший раз я такую пару видел в реально жизни поэтому я верю на втором месте богини кафе террасы мегами но кафе террас 20 человек считает этот разврат всем развратом разврат я начинал смотреть и чё-то как-то шел мальчик какой-то него какие-то упали девочки все они были в трусах и я такой пожалуй я пройду мимо но я это самое без негатива они там почему-то пытаются все время оказаться не очень в одежде перед ним в любой ситуации да как говорится в жизни у каждого бывает когда зашел не в ту дверь на третьем месте заход в дверь в офисную дверь которая называется моя невысокая коллега это можно было поставить конечно в рубрику производственное аниме аниме про офис где происходят всякие офисные дела но мы уже один офисный сериал поставили в романтику про этого самого отмороженного мальчика и его коллегу а эту вещь хочется поставить в эти потому что здесь невысокая коллега она только в названии невысокая на нее просто какая-то гигантская грудь и на этом сфокусирован ну примерно 50 процентов экранного времени сериала и какие-то гэги с этим происходят и шутки и вот у него есть нацелено но сюда коллега значит вот видите сидит главный герой за ней сидит мнется и у него вот так вот как от слюны до полу не хватает ну в общем вот такая вот вещь на третье место попало 19 человек 20 и 4 десятых процента 4 место храм двоеточие жизнь в одиночестве не жизнь temple тэнпуру но маканглевом гору они так и называли панглевский как тэнпуру тэнпуру да и на четвертом месте жилья темпуру делит это место my life с и ну кайсом сдог и ну не на тараски на хита у нихера варит а моя жизнь как пса и ну кайса по-моему самый пошлый 12 человек считают что еще ничего 12 и 9 процентов пятое место треугольника я кассе адачный англ англ 3 3 ангуляция кассе 11 человек 11 8 процентов шестое месть место место 6 место месть масса муны r масса муны кэмс ревенч арр причем через десять лет по сериал вернулся очень много лет последнее время бывают такие какие-то неожиданно вороте 8 человек проголосовали 8 и 6 процентов сейчас я покажу вам вот этот сборный лист всякую хитая шоу-тайм сезон 2 на седьмом месте шоу-тайм утано он и санда ты считай ну это очень помощь это один человек и никто не проголосовал за хинтай для женщин как он называется сазанами сочи не джунки цоса сагу офри май в джинни титая гангстер предлагая мою девственность гангстеру это прям это прям вот аниме для взрослых причем для взрослых женщин как же так никто не отметил ну что такое друзья надеялся что но тем не менее 0 процента вот видите и такое аниму бывает и я передаю жезл не падаем нет давай же увидите ну полу не как это нить нить выросла из главы ты вот славка что это такое какое-то происходит подождите сейчас я передам тебе жезлу разду правлей давай образу браздить новую тему а кто знает что такое бразды правления ну боже нет вот жезлу передаю алексу образы это борозды это которые начали образуются то есть ты умудренный годами правитель и у тебя лицо покрывается морщинами и есть имеется ввиду в разды правления что ты правишь а я всю жизнь я всю жизнь был уверен что это вор же вор а оказывается это так 0 оценила пишет в 5 и следующая рубрика передал я тебе жезлу и он тебя и он у меня в руках к вам очищие сериалы года похоже то есть девочки волшебницы конечно у нас тут очень тоже спорный достаточно темы есть но тем не менее 78 ответов всего пять позиций голоса распределились так на первом месте как-то не конвенциональные девочки волшебница да это можно даже нервниче скорей было записывать но тем не менее она попала на смахой слезы это где в том что он название на ходе у тебя мальчикл дестройер он называется махой слезы никуда не денетесь магические кружители должен был быть хорошим сериалом но что-то пошло не так но тем не менее махой слезы он попал на первое место поздравляю хоть тут на первом прошу как передать бразды правления но имеется ввиду что как вот трон передается что великий правитель теперь ты будешь морщиться на втором месте по вполне заслуженно таки у меня у меня у меня у меня у меня у меня меню там не мял там сара села трубочку всю до второй сезон это же ремейк сериал 15 лет не даву с хорошим песням был когда-то про девочку которые прощаются в кошку вот они кошка девочки наконец-то хочет вы решили просто задействовать мама смотрела и доча будет смотреть и десятые номинации появились наконец кошка девочки на третьем месте у нас внезапно сила надежды прикюр взрослая пара это как бы даже почти не совсем девочки волшебниц это выросшие девочка волшебница спустя 14 лет после событий своего сериала был прикрыла это бурик ура не прикур действительно сериал до сих пор идет он уже много лет 20 сериалов вышло а они решили сделать сериал который были еще то третий или четвертый сезон который вот они про тех самых девочек вас из которые выросли у них или взрослые заботы но но демоны не спят и приходится снова находить силы и умение сериал к юбилею к двадцатилетию сняты да 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 в общем это прямо трогательно пронзительные в общем очень неплохо сделано потому что он даже идет не по тому каналу не в те часы где все остальные девочки волшебница так получилось о нем рассказывал поэтому подробно излага извините на четвертом месте и и два сериала у нас на этом вся номинации заканчивать но это же не совсем девочку ошибиться она конечно волшебница то йоханны пар деле рассвет зазеркали про ту самую девочку со своими йокарной бабой до который из девочков и музыкальной группы которые полно детских заблуждений что она на самом деле волшебница и наконец они сделали целый сериал про эти заблуждения и то есть еханны за портели он да вот это саншайны за мир это все из ловла его чему-то хочется сказать пар или он с таким активно да потому что до африка тем тут хорошо рг потому что она такая сочетается да и там а перед этим да и и как раз вот настоящий пройти кюр саринг sky пройти кюр хирургару sky пройти кюр 9 человек проголосовала это как бы настоящий пройти кюр то есть это очередной по двадцатый сезон я маленькие волшебницы да да обычные школьные . они выросли но интересно что у нас и те и другие тут это радует когда-то были целый ремонт а потом стали пройти кюр но заметьте девочки волшебница такой троп да кажется что в анимах очень много а в этом году как-то нет девочка бада полтора только у меня у наверно это же ремейк вода и до пройти кюр в общем-то не молод я когда сегодня нарезал картинки готовился это дело я думал муж какие-то спецэффекты аудио добавить и подумал что не стоит а иначе бы у нас что ему здесь грохотало потому что это следующая номинация грохочущие это экшен всякие замесы боевики всех мастей мистические какие-то чисто приключенческие ориентированы на сена на аудиторию и не только на сена на аудиторию и конечно лучшим аниме экшном года по итогам голосования 167 человек объявляется дружу цукай сен магическая битва 2 и в общем я согласен голосов 39 и 9 процентов почти 40 процентов респондентов считают что эта вещь прямо топ хотя там я помню какие-то старые жалобы на работе аниматора в сибу и потому что это второй сезон уже да 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 я имею ввиду что там что-то прям какие тут как упоминать джутская зен сразу говорят со студии маппа происходит как обижают все переработанные испуганные они порой даже серию пускать незакончены потому что в тупо не успевают и все угоревшие заслуженное первое место на втором месте зомби апокалипсис и предсмертных дел такое камень полукомедийная история о зомби и об очень уработавшимся чуваке в офисе который принимает нашествие зомби как избавление от офисной работы и начинает там ураганить как с ковидом было когда повод отдохнуть и третье место в экшене это сага о винланде второй сезон и естественно она продолжалась суровые викинги суровые такое не фэнтези даже это какое-то такое прямо сказание до викингах эпическая сага до папу манги повод наименной 43 голоса 25 и 7 процентов до дальше что у нас четвертое место адский рай джигу кураку 42 голоса пятое место андэ дан лак 37 голосов шестое место вот он куда скатился ты истребитель демонов кемецу но я либо деревне кузнецов это вот то что свор смит вылать вилоч арк а то на коджино санахин сад он этот кота прохождение а там покажи нам кота покажите прохождение вот сейчас вот вот нас токио мяу мяу большой он недоволен кажется недоволен так прошу больше не будем мы про истребители демонов нас и но у просто у нас салю аудитория немножко другая на седьмое место всяких разных экшенов пока там хвост двигается три сериала делят blitz тысячелетняя кровавая война вторая часть вторая половина доктор что он новый свет и выживать one piece представьте себе тот что идет с 1046 серии то есть нынешний one piece вот в текущего сезона по 20 человек проголосовали за все три эти вещи восьмое место ремейк ронни кенчина бродяга кэнсин 19 человек девятое место напарники папаши бадди дэдис это он прикольный был да у алекса есть видео на канале про это 18 человек и десятое место the eminence in shadow второй сезон и сложно те кто кроется в тени 17 человек вот так вот мне у нас жена бумаза мигра я не смотрел да он мне он нравится хотел как бы не моего жанр совсем но магический гарем приключениями но он сильно сделал фокс пишет венгланд сагу 2 досмотрел но нудный нет экшна 1 лучше вот такой мнение 8 серий плыву через океан яйцо я хоть амбассадор кассионаны в клинок мне вообще никак не откликнулся вот по-разному а помните как после к виду то все ринулись его смотрите он помил все рекорды всех вообще даже миадзаки там победил вам всех и синка я победил и всех победил а здесь должен быть такой спецэффект все такое донало летает дать сюда ведомым образом они не на новый евангелию не любимые такие скобочки ненаучно непродуманные сериалы просто фантастика а для тех кто слушает наш подкаст мы скажем что не научно и не продуманы там в квадратных скобках то есть они вполне могут быть и научными и продуманными да то есть это такое или 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 научные или продуман научные и антинаучная фантастика до 160 ответов пока по мы почти максимально людям то что эта тема фантастика всегда делала аниме тем что на есть на самом деле по многому на первом месте сразу делят внезапно два сериала вы не поверите это да да на первом месте у нас плута он же плутон он же очень своеобразной экранизации а саму тут звуки скорее экранизация все-таки науки уросавы манги которая была которых организации а сам не вольным развитием и переложили мир англия сам это звуки у нас про это есть целая лекция на канале еще каш паразит что-то звука по-прежнему рулит человек умер восемьдесят девятом году да и и все равно занимает первые места да 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 и на первом же месте хэмли делюжин тенгоку дай макё это конечно понятно потому что это очень странная фантастика с заходом в психологию в какие-то драмы и это это пять лет бегал с мангой говорил всем вот какая манга читайте издавайте в этом самого мангаку и никто ничего не читал и не издавал а тут как сериал то вышел сразу поняли да что это было не он тут рисунок офигенный конечно это это еще прекрасная адаптация манги просто близкость не то что манга лучше а прям вот они друг друга стоят не жалеешь ни о том ни о том очень близко сделаны и так что достойная действительно еще раз первое место делят первое место у нас в двух номинациях сегодня такое и второе место тоже принципе можно было бы догадаться атака титан титаников не продумано так и на титанов как учат нас издательство азбука да не аккуратненько списали маленькое слово на между двумя словами последний сезон части 34 по чтобы последняя самая распространена лазайна . pdf там не pdf а там и цель да но тем не менее вот шиндеки на киржин final season 43 человека за четверть всех проголосовавших это хорошо потом конечно а вот и не знаю это светит отражено свету ли правда такой выдающийся а нет этот это 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 все нормально и помидора давил к вполне все а нет я вопрос про следующий будет ведьму с меркурию который немножко разочаровал многие финала некоторые наоборот придел с восторгом он нетривиальной и конечно эти сделали у тену и с гандамами это конечно надо уметь за продать ему в россии такое аниме запрещено поэтому мы ничего не пропагандируем и никому даже сама фигура умолчания работает как на самом деле чё там мутент у нас создавали все хорошо это было когда в вегетарианские времена до нас и кайта издавали ой да вот я про следующую вещь хотя продолжаем фантастика ну принципе говоря что второй зон все-таки некоторых зачаровал чисто чисто сюжетно отмечу я пока еще не имею своего мнения потому что ведьма с меркурия на четвертом месте у нас внезапно триган стампиды ампи да да новые 3d версия от нетфликса если не ошибаюсь какого нетфликса какого зачем нет нормальный studio orange уровень самоцветы эти а то есть план потом покажет страна самоцветов да я понял что я не диагностировался на дхд и мне пожалуй пора а вот это покажу а теперь вот на пятом месте то что у тебя вот давай держать четыре стороны сразу так и ты на самом деле с тригоном непонятная вещь потому что лигу ли это фанаты тригуна у меня лекарство триган дэб где-то было это фанаты старого сериала голосуют за новый или все-таки посмотрели новый сериал я там новая аудитория пришла из девочек которые на этого самого на найду да и всех всех остальных до то есть залипла реально на них там они приятно на пятом месте мне кажется тоже светит немножко отраженным светом неравтомата с 25 голосами версия 1.1 . это просто пересказ событий игры отклоняется мне объясняли аман он дальше по первым серии вы прям вообще не склоняется а я как человек прошедший 26 концовок неравтомат это мне сложно мне кажется что если бы нас слушали какие-то иностранные люди они бы с не выговоря были бы вы слова прошедшие 26 концовок почему 26 к время идешь на модаринке какие-то я пью апельсинку смысле сок поэтому на шестом месте пожинатель пожинатель огне fire hunter хикару на оу не пожиратель а пожинатель моборусе между прочим это да это очень хороший сериал очень странно нарисованы и поэтому видимо многих отталкивает ну да наверное ну кто оси и любит экспериментировать по-прежнему дедушка жжет на седьмом месте не менее экспериментальная вещь ты они хорошо очень отзывался я помню к началу в снежном море я рисовал как мир устроен там тут море тут какие-то палки стоят тут над подниматься 20 человек он зашел и сейчас еще его смонтирует полуметражник посмотрим на 3d шнём трехмерный и это это не 3d studio range это чуть ниже труба и дым подальше на восьмом месте тоже странноватая вещь да ген и и ген искусного интеллекта гены бене и прям настоящая такая hardsf много всяких сборник рассказов поправ про искусственных роботов киборгов искусственный теле на девятом месте как ни странно закрепился феникс эдон 17 хиноторе до на 40 единственно это наверно это на 40 писал то полнометражник которые тоже он там там немножко там принципе то же самое что перескал показав сериале плюс альтернативная концовка чуть прошел японского кино кинематографе японском кинематографе образовался феникс у нас смотри опять стезу к опять он ведь десятое место то у нас раздвояется до разве раздвоивается нулевой дм2 и донзера которыми тоже говоришь о моих личных фаворитах такая фэнтезийная версия из син дуалити нуар который в принципе по первой серии где зашел дальше пока не успел посмотреть это прямо серьезно очень фантастика про жевач на какой-то то ли другой планете то ли каком другом времени короче там люди борются каким-то жмачем на ругой планете выживать алки это жанр пошел по 6 человек и поэтому нулевое демо сен дуалити на десятом месте но сен дуалити там персонажи хороши очень поэтому я очень хочу доспарить наконец-то да видите даже три человека за тенча лишний проголосовали а за гектаре солдат of misfortune и о моим более ровно бордер никто не проголосовал и даже за элис гир эггис экспэншен хотя в вовашками но это даже немножко жалко что good night world не пробился в десятку потому что это интересный сериал я о нем рассказывал отдельно вот четыре голоса за него было отдано а в реки торе который солдаты неудачи последние в списке у нас тут там же один из главных героев военачальник вася пупкин который нанимает на работу может быть реально стоит ли из-за васи пупкина смотреть это или лучше ну судя по всему не очень прыгна он как раз помна нетфликсе вышел хорошо ну советское время был такой жанр и но он назвался по кино производственное то есть это могут быть какие-то офисные истории дожди в советское время было офисом или конторы конторские истории тут какой-то такой флёр по возникает ладно сюжеты о той или иной профессии какие-то все работы хороши это только бездельник не пахнет не такой быть служебный раб обучающие какие-то произведения что-то такое в общем самые разные и у нас возникла с легкой руки борхеса конечно категория многостаночные это производственное аниме года то есть такая странная подборка где могут быть и какие-то и обучающие и просто истории про разную работу про разные профессии и на первом месте у нас профессия игродела гейм-дизайнера практически 124 ответа в этой категории и вот 70 человек проголосовали за 16-битную чувственность новый слой анима которым сегодня алекс уже говорил эта история не в конце уходит куда-то не туда ну да это прикольно формально эта история о попадании в какие 80-е 90-е начал 90-е годы рассвета визуальных novel вот для когда только жанр прям появился и там девочка фанатка визуальных novel наблюдает их закат сейчас и очень по этому поводу страдает и случайным образом попадает в 92 год когда это все только начиналось причем примут в игровую фирму который делала это самом деле интересно но потом сюжет каша сильно отличается от манги и идет куда-то не туда что многих разочаровала кстати хорошо следующий пункт второе место заняла агретского потому что это как раз конторская бесива да это 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 офисная история почти в дичь можно вписывать да 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 про про значит девушку работающую офисе и бесящиеся потому что она превращается в настоящую работы она металл хэдку металл хэдитсу то есть она выпускает пар таким чем 5 сезон пятый и это до 5 сезон последний завершающие 6 еще не анонсировали может быть его и не будет у нас таки покорил свой гнев 22 человека согласны третье место пожарная дайго спаситель в оранжевом это прямо такая подробная история о работе и такийских спасателей пожарных вот вот что прям производственное кино как она есть там и объясняется как все устроены объяснять какая у них там иерархия какая у них там техника чего не используют какие методы тушения таких пожаров метод тушения сяких как людей спасать из каких-то там горящих домов вот это все и на на фоне этого еще разворачивается история там соперничество двух мальчиков и одной девочки и дружбы и ну вот такой бэкдрафт если помните фильм обратная тяга это вот примерно то же самое только про японских пожарных 15 человек в японии он дико популярен да да в японии он дико популярен у бьет все телевизионные рейтинги только только реализации было еще 90 до выше него сейчас теле рейтингов были только знаете вот эти бесконечные вещи типа нас за и сан дремона и вот и всегда а дальше поражена дайка видимо все японские дети хотят стать пожарными конечно четвертое место мой бестолковый новый начальник 4 голоса названию понятно ну да там очень ну типа мальчик попадает в офис где его начальник в общем не то чтобы прямо семи пядей во лбу пятое место делят два сериала был бастер я не рассказывал недавно это строительную технику нет это про фирму которая борется со всякими злорадными кайдю которые обитают на острове использовать при этом строительных роботов но вместе с тем это такая еще производственная история о том что нужен бухгалтер должна быть бухгалтерия надо сводить дебет с кредитом надо искать спонсоров и немножко под лейбор напоминает да и под лейбор и обгон из этого же сезона там гоночную команду менеджерить надо было как-то здесь вот какой-то отдел по борьбе с кайдю который состоит там есть там трех человеков какой-то в бытовке живущих и или что место делится совершенно противоположные да да с мировыми легендами театра world die star сериал называется театральный театральный мир и японские которые на осакусе там куча театров и примут как как-то все работает все все работы хороши выбирай любой шестое место вот это профессиональные десятки князь мы меняет профессию 2 это же старая вещь хатаракумао сама просто древнейшие уже там лет 10 наверное и наконец они второй сезон забахали зачем-то но он он милый человеком понравился дальше седьмое место вещь который у которой даже английского названия то нет не то что русского як щелки доку два человека проголосовали видимо из-за того что никто не понял что такое под названием наверное не ориентируется это же история про ферму это создательница мангакас автор стального алхимика хирома аракава написала просто маленькую мангу про свою колхозную автобиографию как она работала на ферме буквально и это вот маленькая организация да вот и а у них была еще серебряная ложечка а это про ферму про колхоз и это настолько незамеченно кажется прошло и или может быть название просто не ориентироваться два человека заметили и на восьмом месте два сериала делят это последнее место в этой номинации потому что не так уж много вещей восьмое место романтика рельсов второй сезон рейл романеск против девочек железнодорог до коммунизации железнодорожные девочки линии девочки уходят в точку да но они там это записывают звуки паровозов все что делают железнодорожную атаку очень профессионально только с коммунизацией и это же восьмое место делят с девочками рельсовыми девочками чуваван такая вещь это три коротеньких серии про семью там это по автобиографической манги такого журналиста который у него жена не слышащая глухая и дети у них тоже не слышащие и вот он это такая житейская история как вот вообще живешь в семье с глухими родственниками вот такая вот вещь три серии но тоже в общем производственная или обучающая какая-то там много такой вот житейской мудрости и каких-то полезных историй как вообще себя вести с людьми которые тебя просто гербально не воспринимают вот это что касается многостаночности и предпоследняя номинация отдается она алексу целиком и полностью удружил жезлом категорию да ведь они были чудо это когда мы не могли мозговой штурм не увенчался успехом и штурму там и теперь мужчина надо собрать в этот какой-то безумка так категория безумие здесь не все сериалы безумные на самом деле да там есть и неплохие но просто мы как-то не смогли их утрамбов 18 респондентов у нас и внезапно название по обложке понятно да 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 ну это забавно на самом деле кошка мальчик девочку и стал да очень смешная камень про семейные отношения нас больше чем все остальное на втором месте андер ниндзя о да да это ты скажешь я тоже за него голосовал так что где из этих 53 голосов один голос мой и почти половина сорок пять и три андер ниндзя собрал ниндзей да нет это про то что в японии ниндзя существует они вот прям как если бы шаги например были в японии это вот такой знаешь городской фэнтези только без фэнтези без магов а вместо них ниндзя и это все очень серьезно как-то связано с политикой мировой там цру какие-то убийцы наемные то и все первое правило школы ниндзя не говорить о школе ниндзя да да приезжает какой-то русскоязычный человек который хочет стать ниндзей и как жестоко убивают всех и главный герой какой-то ниндзя оболтус у которого ничего не получается они все какие-то нищие какой-то дед ниндзя сидит в парке кормит грудью каких-то каких-то птиц детей и это прям так странно и ну и манга очень популярная вот и кстати почти догнал до первого места это не то что это глупый дичь это прям дичь но это такая дичь и в этот мир начинаешь погружаться и ты начинаешь воспринимать его как норму вот это очень интересно попробуйте этот опыт under ninja называется по-моему даже русского названия никакого нет он на всех языках under ninja он написано и так и сяк а дальше все конечно скажут но это дичь фури-кури и кашу гейс такая же дичь процедить в том смысле что чёт ну а зачем да да то есть это все еще то что вышло 2000 году светит своим отраженным светом к его лучики которые она когда-то и спустила все еще скачут по каким-то странным местам дождите я про ниндзя добавлю вот совершенно точно не напомнили ура наруто пишут в этом самом да это это история про людей которые фанатели от наруто в школе а потом они все выросли и вот да там ты продолжили линдзя воюет на все прямо максимально серьезно сделано да да возвращаемся к нашим фурям курям вот фури-кури то же самое как бы когда-то они фанатели от этого сериала теперь сделали зачем-то шу-гейс который немножко вайбами настроением повторяет осуждаем осуждаем кусочек того самого фури-кури но там это было сделано плотнее и мощнее гораздо показывал кто тут папа те попытки возрождать фури-кури мы осуждаем там это смешно что прям след за ним на два голоса меньше проголосовали место до гранж который кринж который тоже самое только еще и там про хару главную героиню оригинальную фури-кури хору хору хоруку просто еще и в 3d у это зачем это пишет нам грейпокс чем бензопила это дичь это не только дичь это еще и 2022 год а мы сейчас 23 прикиньте бензопила уже такая это самое пожелание сейчас же экранизировать вот еще второй сезон обещают так что будет дальше идя на место называй номера на этих самых да 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 не странно мне понравился этот сериал ложь на лжи layer layer это про то как лежать лежак короче про то как ну это такая классическая самый самые умные школьники умудряются расколоть школьные правила рамут под них и стать самыми крутыми ну крошка боя сама там же школьный совет примерно тогда да нет здесь здесь другой здесь как бы все школьники должны дуэлиться между собой самый крутой будет победителем и там какие-то всякие хитрости и всяк дали все друг друга не за того выдают в общем такая школьная не за того вы дает это мой счастливый враг брак ой смотри у тебя сулета стоит около левого уха правого левого она там еще за ней гандамбур смотрите сулета поставила второй сезон не досмотрел вот такая вот египетская силу я не смотрел второй сезон египетской силы между прочим причем причем по и по-английски насчет смешнее за это асадом ли египтинга внезапно внезапно но она там прям знаешь вот эти вот а иероглифика египет то есть это ожившие вот эти вот марте это ожившие иероглифы из табличек пирамид и вот этого всего и они там все так в чебешном таком стремном виде друг другом разговаривают это прям совсем дичь дальше у нас идет опуску ларс опускал ларс это даже история про вообще-то это очередной такой айдол сериал про про мальчиков но мальчики там для разнообразия не поют не танцуют они там что же рисует и пишут потому что это про школу живописи понятно ну мы не знали правда куда это воткнуть ну в общем то дичь потому что это построенный по лекалам айдол сериала вот вещь про школу из мальчиков я про академию художественной академии где юноши рисуют но при этом они такие все айдолы и наверно наверно дичь она здесь на седьмом месте с и кимоно сан с тремя голосами даже ну там это короче вы знаете да это японская шклях ну блин ну как это еще показывает на поле дает нас показывать на такой чувак у нее какая-то собачка и она все но в общем такое одной линии нарисованы да это буквально инкарнация комиксов ева морозовой только в японской бурге и восьмое место делит треш сериала похожего рода это love from the tip of the tongue читается там типа там кончик языка французская да конечно французская ля ля эти могут уже долгать сильно дальше еще туда же попадать china банай крипто ниндзя сакуи когда появится крипто анима от крипто бродли крипто бро и вот она появилась прямо называется шина банай крипто она очень плохо сделано этот он то то но и сакума кун бай энд сауна тоже пом какие то такие странные животные или что я уже был там эти самые такие я посмотрел но у меня туру сауна медведи они у них домик они в нем живут медведи сауна это просто автор не там там ходит футбол а байл сауна это я там причем есть медведи но они белые медведи них семья и у них есть как собака вот в этой в семье шпионов она тоже как будто медведь на у нее серые усы и я помню слушать обычно такие сериалы кстати селится где-то вот в этих вот как называется в петель и передачах которые телепередачи кто не пить именно варит и шоу дарит меня не нет они варит и шоу вот эти передачи там есть уголочка немешаный вот там и показ вот такую дичь обычно то есть она при какой-то передача бы на живет надо было надо было собирать все эти голоса за два дня хотя бы до эфира я тогда картиночка то по всему набрал да ну да да ну потом поищите если тот ума и сак мукон интересен ну возвращаю палочку брата большое спасибо палочка снова у меня я могу чесать ей спину и это это вы сети избил микрофон на радостях это заключительная номинация в которой надо было именно голосовать оставлять голоса спокойствие только спокойствие это аниме про отдых умиротворение там приятную меланхолию может быть персонажи которые умеют создать уют и беззаботную атмосферу это аниме в жанре и я си кей или аниме которые мы в своим волонтаристским решением причислили к жанру и я си кей итак лучшие я си кей года 129 ответов 129 человек проголосовали на первом месте чтобы вы думали друзья вы никогда не догадаетесь но это конечно же кот домохозяин сегодня снова грустит какой начаровать вроде как не всю дорогу это я си кей потому что там бывает какая-то драма-драма а оставит ли он меня уйдет ли он от меня когда я там женюсь куда-нибудь или же смысле она она выйдут замуж да здесь идея в том что хозяйка и кот как бы поменялись местами то есть она такая беспомощная только на работу ходит а дома она абсолютно абсолютно как как он ее даже купать таскает одев костюм высшей защиты вот идеальный мужчина такой который и приберет и пропылесосит и еду приготовит маленькая мечта одинокой женщины да да чтобы все за нее делали 82 человека согласны что это я дам и я си кей на и аниме так и что же дальше то второе место и дома и эльф атаку эльф это за алекс сегодня уже надо я фори рассказывал да я потому что она в моих личных фаворит приятная спокойная вещь про про эльфийку атаку храм существует на самом деле он находится на стареньком насыпном острове в токио и реально как голоса на третьем месте и я си кей про мавров мавров звездные телепаты стартап телепат или хочешь кузов телепат про девочек которые становятся что они ракеты они строят они не хотят наблюдать за небом в телескоп как они хотят после школы да они хотят после школы запускать туда вот и всякие илон московские старшипы и все прочее при этом это все равно я си кей и от при этом и я си кей при этом немножко юрийные я си кей она такое все очень очень расслаблено милы и не обойна на четвертом месте это тройка была лидеров номинации в четвертом месте четыре брата юзуки юзуки сан чин ойон кёдай про ну такая спокойная вещь про собственно четырех братьев 14 голосов 10 и 9 процентов пятое место мими мишка бам потому что это кума кума бэр панч второй сезон очевидно это конечно это в принципе исекай но но он такой там девочка просто построила у нее у нее на рынке этом как называется фондовом бирже крутится деньги и сыплются и она после этого поэтому вам можно спокойно лежать себе в шлеме и гулять по альтернативному вы спрашивали про анима про крипто бро и про nfc вот пожалуйста можно найти деньги приходит поэтому она оплачивает себе интернет и живет себе в альтернативном мире вот это кума кума бир она там просто в медвежиком козюме хочет ходит это конечно он такой то такой хороший там девочка просто сделать все свои любимые вещи там девочки красивые окружает заказала в каком-то далеком городе чтобы есть суши научились делать в этом мире и так далее причем такой все как бы она обустроилась в этом мире чтобы было хорошо вот поэтому он высеки попал мимимишка хорошо хорошо туда же 5 место туда же 5 нет шестое место 5 а до найти вот и кет точно второй сезон ночь скотом как суп скотом а это модера ванной к но то еще вместе да ну в общем там парень и котик и у них меланхоличные черные глаза это тоже такая совсем тюбишная он комовообразная вещь шестое место айси на морол это вот такое вот существо друг хэлло китти подать друг хэлло китти это сандрео вот такой вот ну какой-то не закручены у него собачек он как собачка синабон наверное такая вот она вся такая сякая потом на что вместе еще две вещи о да как и кодзамы тоже один голос один голос сама сойти про значит там акулу акулу маленькая акула с девочкой дружит ходит на пикнике спокойненько миленько и и напряжно и третье место здесь еще занял сериал the diary of a chibi-san или просто chibi-san это такие маленькие детские истории которые мангу рисовала жена хидоки ано моё к но вот и их сейчас начали экранизировать они просто милые приятные и и симпатично нарисованы и я забыл сказать что на шестом на том же шестом месте вот у нас так итоговые выглядят номинация слушай а если посмотреть на табличку там это седьмое уже все место потому что на моролу четыре голоса оказалось да не дожди четыре голоса да не конечно нет нет они на шестом а все остальные троица на седьмом должна подождать на шестом месте они все по одному сенамом не мелочи набор за посмотри на свою табличку а да а да 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 точно там кто-то успел голос ну вот пока ты снимал табличка а эти троицы нам он на шестом а эти вот о да как и кодзаме дарио фочи бисан и йома варин и к 1 по одному голосу это получается на седьмом месте они на сер вот йома варин и ку это типа код ночной стражник в общем короче там такие бандитского вида всякие коты стерегут сторож сторож код-код сторож тоже при этом и малинисты комедийная мага вот и и и и мы наконец развязались со всеми номинациями я сейчас сделаю я чего сделаю я сейчас возьму я сейчас нет я это потом сделаю под открою для всех что можно было посмотреть в гугл форма и рейтинге да конечно же конечно же финальная финальная тема ну не смысле что это что эфир мультура скоро не может а последний вопрос из анкеты с итогами это вот тот самый вопрос который мы задали всем что вы ждете от аниме в 2024 году и давай в режиме блиц наверное вот а да 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 и начинаем зачитывать мы сейчас прямо по ролям будем зачитывать ответы которые свободная графа в этой табличке и каждый кто хотел мог вот 109 человек написали потому что всего было почти 190 чем-то ну вот больше половины решили ну или где-то половина решили что-то написать вот в это вот что вы ждете от аниме двадцать четвертом году и так начинаем зачитывать без имен без них а потому что там все это обезличено такой вот долгожданный анонс моногатари а также стил был ран и релиз chainsaw man видимо 2 сезона бензопилы больше хорошего аниме само собой а вообще чтобы индустрия начала потихоньку повышать зарплаты условия труда аниматоров чтобы наконец-то перестали доделывать серии когда сериал уже стартовал не бывает но очень хочется следующий следующий голос лучше ничего не ждать но надеюсь на хорошее оригинальное аниме или адаптацию хорошей манги или ранабе последние года три я почти ничего не смотрю потому что добрых 80 процентов сезонного аниме написано очень плохо явно метит в целевую аудиторию гораздо младше меня так что как то так хочу хороший сценарий и извините более взрослой работы человеку 90 лет я писал 80 это писал у меня все просто бочи зорок сезон 2 у тебя это 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 голосующие на всякий случай да мы вот сейчас зачитываем сейчас нам про лям значит что ждут люди третий сезон юфониума мувик мадоки магики и в целом чтобы и дальше аниме снабжало нас с копизмом измом побольше хорошо нарисованных аниме без 3d он согласен на 3d полезно в чуть-чуть где-то но но не везде следующий тут прям список такой хочу науку корону я боятся второй сезон дон да да вот это газа цена данжем вещи ну вот или шестом данжен да 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 это великая манга про и двумели подземелья хикарина у второй сезон айджу эйдго то есть козю номер 8 я уже говорил об этом а то сахей но слоев металлик руж еще когда мы все потенцией второй сезон и сика и тарах он кидасу парт 2 и у руси я цера второй сезон в этом риме планете они больше оригинальных аниме триггер умоляю если ты слышишь эй триггер мы тут к вам обращаемся да продолжение волчицы и пряностей оси но ко а также второй сезон аркейн хоть это и не японская анимация она полу японская полу китайская на как-то на сутская она аркейн с аркнайтами перепутал по скриптам надеюсь реанимедия лицензирует волчицу снова и ее снова озвучит лучшая холла ольга мацкевич и так реанимедия будет лицензировать новые ремейки волчицы все последующие лет двести а улю мы будем как-то оживлять и она будет всегда такая же цветущая и и бодрая дальше тоже пожелать безработный фриран повелитель автомата шингрила а это видимо это еще не успел посмотреть вот эти все вещи которые в этом году выходили да но это но это все этого года потому что до кроме безработного который пойдет и дальше такс еще один голос неистово жду аниме адаптации все дзю манги и дзю сэй такой плачущий немножко смайлик но веселый юбисаки но рэн рэн ананой кун но кой но я мая кими ни тодоке третье бусу них она бата хана таба вово сэйнен но романтика хочу больше романтики явно это означает так от меня то смысле через меня говорят анонсированные экранизации сенэн манги дан да дан да мы про нее уже говорили она будет конце пишет нам еще человек где мой второй сезон страны самоцветов вот как аля иногда кокетничает со мной по-русски токи-доки буду название воду дареро тонари на арифан кто-то ждет что все закончится и начнется новый сезон милейшие хвалей с рюшечками жаждут больше хороших сейнонов до дам джон меши чайца в буги банда дам экранизацию у дзумаки лазарус лазарь 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 какой-нибудь татал а ты майси в качестве режиссера хорошее пожелание чё новую арку куска это ванпис который да чтоб аниме не так сосало как в 2003 мне кажется 10 ошибся человек написал 2003 вместо 2023 но если посмотреть на 2003 год скоро у алекса будет обзор он вам расскажет как они высосал в 2003 хорошее название для чтобы у нас 100 тысяч просмотров наконец а вот хотят фабрику или иллюзии алисы и терезы это фильм мобороси этой самой марио кады и он уже с 15 января будет в нетфликсе так что уже в следующем месяце которые буквально раскочегарили наши смотрелки до оригинальности свободу от экранизации популярной манги я хочу от себя добавить что конечно манга это всегда то на чем растет хороший аниме потому что сюжеты там культивирует меня тут целый подкаст недавно был если что посмотрите в разомасе послушайте подкаст омнибуса там кубон последний 10 выпуск я там распинаюсь как раз как аниме связано с мангой и наоборот пишут нам и просят чего-нибудь это легко прям вся смерть и сикаев много хороших тайтлов продолжение больше зерок я смотрю все хотят новый фильм по мадоке ну как любят надо куда сколько лет прошло новые интересные ова и короткие сериалы типа я мещебай кто-то хочет цельных вещей видимо больше джосея и увлекательного абсурда за сету для взрослых женщин а хоть чего-то интересного и нового чтобы не так как последние 10 лет но правда действительно хороших тайтлов пересчитать по пальцам одной руки хотя конечно есть вероятность что это я зажрался в кавычках и вырос не буду комментировать очень жду продолжение скипта лопер будет который сезон лопер припрыжку меньше и сыкаев больше качественной оригинальной рисовки это же птичка про птичку будет 4 не жду я смотрю прикюры вот у человека есть цель жизни значительного снижения количества историй пропаданцев должно же это мракобедие закончится когда-нибудь анонса нового аниме по цуки химе а вдруг второй сезон понти и стокинг перезапуск какой он элис ну вдруг меньше и сикаев пожажда я кажется знаю кто написал слово пожажда это редко привет ростова-на-дону уменьшение переработок аниматоров мир от он игр это тяжелый мир для мобов второй сезон это прям вот заказа нам шлют желание тут пожелать мы тут все это поставляем пора завязывать индустрия мертва я знаю как зовут у меня есть интервью хидаки ана в ньютайпе за 83 год раз 20 лет хидаки ана должен выйти искать индустрия мертва завязываем так следующий голос я жду гима дачку с ее новыми вещами имеется ввиду наука ямада и гоуст кэт анзу от куна яма ситы коллаб очень интересно юри камп 3 жду расслабленный поход поменьше ремейков побольше интересных необычных новинок и бодрых продолжений нужно больше еще больше аниме есть пост состоящий из одного слова аниме ждет человека в 2024 году и в принципе есть согласен пощады тоже из одного слова пост еще одного сезона мой братик теперь не братик я не иронично считаю его не дичью одним из лучших аниме года вот лицензия подоспела видите дальше интересных сюжетов все приелось пощады в плане исикаев это поправка что ли к предыдущему второй сезон волды и star мировые легенды театра да 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 и здесь прямо большой развернутый пост три года ждал экранизацию великой безупречной манги дан джон месси но по трейлерам видно что студия триггер при всем уважении совершенно не уловила атмосферу выглядит еще очень дешево фирменная дерганая анимациями минимализм все мимо обидно но ведь все равно масти как игрок в ричи маджонг со стажем очень жду по но мичи но это анима в жанре и g10 плюс возможно даже в большей степени реклама города он омичи особенно заметно по официальному youtube аккаунтов поэтому притока свежей крови как это массово произошло благодаря а как и а как и исаки но вот в маджонг тусовку ожидать наверное не стоит но вдруг выстрелят а там уже какая-нибудь студия посмотрит на это дело и возьмется экранизировать отличную тэцунаки но киринджи или хотя бы следующий сезон саки жду токи-доки босотто раща года алиасан ругает меня по-русски сугубо ради мемной русской речи кое там будет предостаточно жду the fable оригинал неизменно присутствует в различных списках рекомендаций ну и третий сезон юрокамп куда же без этого хорошая раскрытая прям агана не прямо да а дальше сейчас я пишу о привет любителям ричи вот да то джонкисты собрались мультуре да собрались пиццы прямо приятно дальше я попробую изобразить то что написано это смайлик разводящий руками до следующие тоже лаконичная просьба дан-да-дан следующий человек у нас пожелает и я жду данжон мэш и акротрип хананой кун такой но я май куджицу но от хананой кун это тот самый которым девочка зонтик предлагал он лежит после ссоры куджицу но вару моно-сан юбисаки но рынок выходной злодея куджицу в общем это такие мелодрамы из чего-то неизвестного хотелось бы достойных сейнан сейнан и джосей экранизаций плохие примеры плуту май хом хиру сан как у мадонна сатагао вайор сейчас и плохие примеры треугольное окно это но и такой почти это самый бой желает кто-то еще возвращение все джо тайтлов дан джон мэш и вот желает возвращение все джо тайтлов мультур мне кажется мы вырезали по моему мангой добиваем да да опять хотят следующий ответ я уже никому не верю и ничего не жду человек разочарованный под конец года надеюсь от придет дед мороз и посохом пожелает ему что хорошем смысле дед мороз придет посохом конечно возрадовался никому не желаем хорошего конечно когда ничего не ждешь это атаку бы ждать так ладно жду что исекайный спам наконец-то пойдет на спад жду темных лошадок и приятных неожиданностей речь нам все-таки идет не про девочек пони а тем лошадки в том смысле что неожиданно крутое не мы вдруг ниоткуда не возьмись я тоже жду в души возникает сюжета дальше прямо тост верзновение ведущая dreaming машин сатоши кона я всегда ее жду и мы спокойствие умиротворение и слияние с бесконечным вечным иногда али внезапно качать внезапно кокетничать по-русски надеюсь посмеяться над русским произношением да я тоже а мы тоже надеемся пощады нет это не от аниме от аниме больше музыкальных аниме не про айдолов больших хорроров больше интересных да чё ж там неинтересных тоже релизов конкретные тайтлы сходу не вспомню но были нормально дедушка мороз подари мне чё я хочу отвалилась обе сейчас она теперь цепи цепи и мы продолжим нить и нам вы слипилась в бс продолжаем следующий ответ как и предыдущие 13 лет неизбежного третьего сезона харухи садзумии скорее бы второй сезон дороги дару продолжение веселья с не меньшим размахом новых открытий и вдохновения это прямо тост на новый год а то сейчас вопрос будет вы правда женились это это название сериала душа в кавычках а это сейчас будет не название но тоже крик души который же много раз резонировал в этих комнатах меньше исикаев и следующее уюта единственное чего прям жду жду это продолжение ботча дорог но еще продолжение трусливого велосипедиста ну и да я ни в одной номинации не проголосовал кажется что именно в этом году я смотрел очень много всего но как оказалось это все старые тайтлы раз ничего не всплыло в голосовании тупо оценил же человек прощелкал 15 страничек что она дарит давали да спасибо большущая да 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 героически пожелание рыдательные полнометражки о любви и проблемах и не говорите анонс начала работа над dreaming машин со сатосикона сериальчик с life of life где все хорошо и персонажи просто чилят это один из эндингов бензопилы где они просто за покупками походит по магазинам потом едят много классного аниме в мультуре весь год это к нам уже прям бывает можем умеем внезапное появление нового авторского арт-стайла в дорогом коммерческом сериале они только фестивальных полнометражках коротком метре ой да но кстати на такой по он был вот как раз магической битве там прямо надо автор отрывать они там прям несколько серии очень хромающие опени и гендинги наконец-то дождались ремейка волчицы ну не совсем еще но но почти органа грендайзер ю да да будешь дороги осел простою у следующее анима была ошибкой они но free run больше жду да дальше жду да просто успеть посмотреть уже что-то вот три из этих знаков точно точно согласие такие побольше разнообразных сенонов и фантастики хорошо побольше аниме про видеоигры много чего хибике юфониум 3 проложение вот как раз вот люди из юфониум про дудей больше разных интересных ярких и смелых проектов и больше экранизации все дзи и дзо сей присоединяюсь всецело слушать все с и прямо с просто чувствуешь прямо у нас идет а вот а эротическое аниме для женщин никто за нее не голосует ну как же так друзья как же это это же это же она до интересных захватывающих сюжетов чего-нибудь хорошего юрий комп сезон 3 от прямо и все ждут смелых экспериментов с большими бюджетами о мы знаем много смелых экспериментов очень студии гайник любила смело экспериментировать с большими бюджетами особенно крылья ханами смело эксперимент бюджет чужой был еще к тому же и ну там денег не верят но но не зато остались в веках если такое же безумие крупно бюджетная и вылетающих красиво вылетающих трубу это это было бы здорово да 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 меньше и сикаев а лучше вообще 0 смайли смайлик да больше иссякая с кошка девочки так они сейчас подерутся эти с другой стороны кошка девочки это хорошо больше интересных тайтлов а также продолжение айди инвейдет сумас эти такие люди вообще много чего хочется но больше всего наверное жду и надеюсь на годную аниме адаптацию манги дан-дадан надеюсь на анонс второго сезона иллюзии рая уже вишка хорошо что я сделал обзор того что будет на рынках мы уже поградили в курсе о чем речь на жду отпуска сотрудников маппы это видимо после жужуцы да и всего остального угоревшие они еще круто сериал забацаны универсальный ответ продолжение того что заинтересовало в этом году идеально что мне хоть что-то действительно понравится крутого иссякая серьезное они комедийное развитие семьи шпиона вот это интересно конечно там же манга там там уже но она из призначалась как семян это вот второй сезон джаку кера тамазаки кун но этого осталось ждать буквально неделю жду новый сезон безработного надеяться адекватной рисовкой и кстати добавьте русскоязычное название ко всем названиям аниме так как мало кто знает их аромат зверта дожаловаться ли да но но мы такие просите нас альтернатив очень много поэтому проще ничего не это будет снимать еще столько места что вот что человек пишет ничего не жду как другой страны радости будут неожиданными жду космоопер и научной фантастики но этого не будет или будет а кстати потому что чего-нибудь да обязательно свалится нас какой-то донзор у хороших продолжений хорошей музыки в опенингах и эндингах не банальных интересных захватывающих сюжетов отличной графики и живых персонажей ожидаю что снизится накал цеплежуйства копках напрасно ожидаю который год снижение наивника даже в серьезном скобках но нет жду отличных комедий жду такого же как bgc 2032 ковбои кибер гордо это может быть когда-нибудь 2024 однажды человек хочет возврата 80-х а все было такое молодое энергичное такое суровое грубое немного мы просто молодые были восьмидесятых то было выйдешь из детского сада и бабу грозит сугроб сразу да или языком к воротам верно ручки до непредсказуемости и в этот момент предсказуемость представляете здесь сейчас у слова 109 человек написали свои ответы и единственный человек написал слово писька потрясающе конечно с другой стороны может быть а может быть это какое-то название или что-то такое вам келька когда вот например вам писали что-то такое вот непонятно ладно анонсы анонсы экранизации манги науки уросавы что мне похорохи сузуми мечтать не вредно любят сузуми нас любят тем более убили одни времена это не алекс говорит это там так прям сколько дала эти вред на скобочках самоирония да и сузумица действительно может быть что-то и объявит потому что 20 лет весной будет и прямо там будет большой праздник по этому поводу вот ну раз его опять же а например есть вот люди кто ждут волейбол пламенная бригада пожарных клинок рассекающий демонов запятая blitz . он мне кажется не получит свое да да или если вторую половинку второго сезона перерождение безработного и наконец-то экранизацию и не осану это демон с детракшн да нету хватит для лучшего аниме года и такой кошачий смайлик меньше исикаев было бы круто экранизацию ханкая нет ну в принципе ну учитывая что какие-то экранизирует может быть и сюда дойдут китайцы они могут они слипы и босс нанимают же красивых авторских фильмов и сериалов а ваших красивых разве не желаете давайте все желаю авторские фильмы это общий жанр да да ну просто и бесседу разве произведение сериально так то что ваш сюда при жду что вандерфу прокур окажется хорошим у нас есть любители против я знаю так ну и последние последний ответ жду рыдательные полнометражки о любви и проблемах анонс начала работы над dreaming машин сатосикона третий кстати голос сериальчик slice of life где все хорошо и персонажи просто чили почему мы это говорим еще мы мы уже зачитывал ну ладно давайте зачитаем еще раз много классного аниме в мультуре весь год внезапное появление нового авторского арт стайла в дорогом коммерческом сериале а не только фестивальных полнометражках коротком метре прикинь это не жалко и повторить хорошее пожелание не жалко и я смотрю в чате еще желают что геншина экранизации вот она уже длиннее название слова надоело про школоту даешь про старичков мы старели мы постарели а вот сейчас будет дедушка и бабушка снова молодые как раз он будет про старичков та 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 просят клип диалекса в кошка ушах говорит уюта анна земля пишет фишка маджонга это яростное разочарование до семён костин желает всем мира вот уж да это конечно главное вот принципе итоги там и аниме года почти подвели в этом выпуске я сейчас знаете что сделаю сейчас я опубликую статистику вот она вся откроется чтобы она не редактировалась а то там это нет я нажала не пиковать статистика он не говорит да нет до свидания вот короче против опубликуется но мы ссылку добавим к этому стриму она будет висеть внизу и естественно все желающие смогут на эту статистику посмотреть посмотреть цифры сколько там каких голосов было и всего такого прочего а мы оказываете я тут это не признак дурачен я ржу над комментариями тут фантазерка пишет женя это мое задвоилось а вот начались признания в чате конечно конечно кто-то пишет перерождение в пенсионера друзья спасибо большое за то что вы столько отвечали и мы вот сейчас из этого вытянули целый прям половина выпуска кто-то от нас отписался в начале стрима было 2 200 400 а теперь 440 40 а теперь у нас 50 было а теперь пути ну чё друзья подписывайтесь на нас обратно мы прекратили подводить итоги годы так ты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok